МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 2009 году, когда она прямо посреди набережной Ялты решила открыть большой ледовый каток. И самой заработать, и мужу, фигуристу Петру Чернышеву, работенку подкинуть. Для творческого человека необходим какой-то выход новых идей. И какие-то планы связаны с опытом в фигурном катании и в целом с опытом в шоу-бизнесе. Никто не спорит, в фигурном катании Чернышев профи, как и Заворотнюк в шоу-бизнесе. А вот с бизнесом у звездной парочки не заладилось. По их катку тяжелым катком проехалась авторалли. Трассу для гонок решили построить именно на том месте, где планировался каток Заворотнюк. Ситуация сложилась почти как в фильме «Гараж». Притык к площадке, на которой возводится гараж, пройдет скоростная транспортная магистраль. Насте предложили перенести каток, но та отказалась. В итоге ее проект заморозили. И Насте пришлось буквально бежать из Ялты. Каток демонтировали, а прекрасной няне выставили далеко не прекрасный счет. Сто тысяч долларов. Человек-артист, у него все-таки творческое мышление и творческий склад ума. И рассчитывать на то, что с этой головой легко все в бизнесе получится, нет. Там, наверное, более строгий, педантичный подход нужен ко всему. А артисты, они немножко где-то там. Профарарат Настя действительно любит повыше. Ее квартира в Москве в элитном доме располагается на 32-м этаже. Ее Заворотнюк брала в кредит за 2 миллиона долларов. Есть у актрисы и две квартиры в Ялте. Тоже не низко. Новый дом. Да. Новый дом. Новая жизнь. Но новая жизнь только разорила няню. Ой, ничего, я в расстроенных чувствах. Оказалось, квартиры в Ялте были построены на спорной земле, которая принадлежала государственному санаторию. По этому вопросу была даже организована прокурорская проверка. Правда, в итоге квартиры Насте оставили. Это очень самоироничный человек, достаточно трезво мыслящий, рациональный, понимающий цель, видящий свою цель и идущий к ней, на мой взгляд, достаточно уверенно и правильно. Но хороший советчик Заворотнюк не помешал бы, ведь актриса упорно наступает на одни и те же грабли. После всех проблем с деньгами и квартирами она вновь влезла в долги. Всегда знаете, как подбодрить человека. Решила построить элитный трехэтажный особняк в подмосковном поселке Крёкшино. Для этого Настя вновь взяла ипотеку под все свое остальное имущество. Да сложно мне. Ведь мне никого не хочется ни в чем обвинять. Оно и верно. В своих бедах винить Насте нужно только себя. Думала, будет на расхват у режиссеров. Деньги потекут рекой. Вот и расплатится по всем счетам. А работы-то почти нет. В итоге актриса не может выплачивать долги и они только растут. На официальном сайте судебных приставов города Москвы в открытом доступе есть вся информация по долгам актрисы. Смотрите сами. Набежало уже более 27 миллионов рублей. Долги растут как снежный ком. Заворотнюк, судя по всему, даже штраф за превышение скорости погасить нечем. Сегодня, чтобы выкарабкаться из долговой ямы, она пашет как ломовая лошадь. Снимается, в чем не предложит. Не гнушается и рекламы. На пару с мужем спасает страну от перхоти. Но делать нечего. Долг платежом красен. И прощать его популярной актрисе за красивые глазки никто не собирается. Ой, что же мне делать, а? Исполнитель хитов «Мадонна» и «Ты меня любишь» Александр Серов уверяет, его разорила бывшая жена. И тут жена, и то простой, Мадонна. Жил себе Серов, не то жил. По стране с гастролями колесил, деньги зарабатывал. Я увидел, как поднимается моя популярность. Александр мечтал, чтобы дом был полная чаша. Но в итоге получилось... Развод и раздел имущества. Ой, как мне быть... Хорошо, если и когда есть голос, тем брачный контракт. С голосом у Серова все в порядке. А вот брачным контрактом он не обзавелся, потому что доверял жене. Он был уверен, ему повезло. Жена, умница и красавица. Лапочка-дочка. Сам он стадионы собирает. Что еще для счастья надо? Прошло много лет, он хорошо поет. Он неплохо одевался. Он как будто бы в то же и одевается. У него был причесон с волосами, он не стал как Пригожин. То есть он с волосами. Но не в волосах счастье. Неожиданно после 20 лет брака жена ушла от Александра Серова. Я люблю тебя на слез. Но не одна ушла, а с дочкой, собакой, машиной и тремя миллионами долларов. Так утверждает газета «Комсомольская правда», ссылаясь на слова самого певца. Точнее, в такую сумму обошлось имущество, которое Серов благородно отдал бывшей жене. Все, что заработал непосильным трудом за свою карьеру. Знаю, жалко его. Но может быть, тогда найдется другой человек, который возьмет его под свою опеку, под крыло. Но Серову никакого крыла больше не надо. Он теперь от женщин шарахается, как от холеры. Все они, мол, одинаковые. Им только деньги подавай. А у него и так ничего не осталось. Секундочку. Ему остался его голос. А с голосом Саша не пропадет. Поэтому Саш правильно сделал, что все отдал. Сегодня это здание в центре Москвы ничем не отличается от других. Но еще недавно из этих дверей по вечерам доносился золотой голос России. Кто сказал тебе, что любви не бывает? В этом здании Николай Басков открыл свой ресторан. Басков Клуб. Когда звезда делает дополнительный бизнес от своего основного, это хорошо. Во-первых, это подстраховка. У спортсмена короткая спортивная жизнь. У певца может что угодно случиться с голосом, не дай бог. Но с голосом у Баскова все в порядке. Усала я ведь жизнь своя. Свой ресторан он открыл шумно и громко. Но уже через полгода закрыл тихо и молча. Я знаю кучу артистов, которые пытаются стать рестораторами. Ну, одно дело вкусно пожрать, а другое дело вкусно приготовить. А третье дело все это еще вместе, все это продать. С первыми двумя делами у Баскова, судя по всему, проблем нет. А вот с третьим, похоже, беда. Хотя певец старался как мог. Если я что-то делаю для человека хорошее, я только счастлив. Но счастье певца длилось недолго. Доходов от своего бизнеса Басков так и не дождался. Народ в его заведении не торопился. Даже звездные друзья его игнорировали. Нет, я бы не пошла бы в клуб Николая Баскова. Потому что это немножко другое. Клуб Николая Баскова где-нибудь там в Нижнем Новгороде, в Самаре. Москва перекормлена. У нас есть свои клубы и свои хорошие рестораны. Но только ли в перекорме дело? Говорят, что здание, где был ресторан певца, чуть ли не проклято. Все заведения, которые там открывались, так же быстро и закрывались. Правда, в основном это были гей-клубы да стриптиз-бары, где постоянно проходили криминальные разборки. Очень важно соотносить доходы и расходы. Это первое. Второе – менеджмент. Элементарно люди могут просто вас обманывать и воровать. Это нужно увидеть. Потом может быть неправильная ценовая политика. Не все ходы, как говорится, видимо, были просчитаны. Ну, явно не все. Поэтому в скором времени Басков получил шах и мат. Его заведение закрыли. Коля, не надо этим заниматься. Это очень сложный и неприятный бизнес. Лучше пой. Жительница Уфы, обычная уборщица Надежда Мухамедзянова, выиграла в лотерею 1 миллион доллара. А через 5 лет женщина умерла в полной нищете. Когда деньги падают с неба, они легкие, их не ценишь. И не знаешь, сколько они стоят. Деньги нужно зарабатывать. Если вы выиграли миллион, его нужно потратить куда-то с умом. Поначалу Мухамедзяновы с умом купили хоромы в центре Уфы. Обставили их дорого и богато. Но на этом фантазия свежеиспеченных миллионеров кончилась. А начались пьянки, как говорится, на радостях. Однозначно, когда она начинала успеваться, эти элементы употребления алкоголя были до получения денег. То есть она уже, скорее всего, знала, что алкоголь создает вот эту эйфорию. Причем не на первой или второй рюмочке. Рюмок Мухамедзяновы действительно не считали. Так же, как и доллары. Мне вот, если дать деньги, я точно вот, я с ними разорюсь. Поэтому лучше мне их не давать. И это говорит Валдис Пельш, который МГУ закончил. Что тогда говорить о простых уборщицах? Уйди отсюда! Почему? Надежда Мухамедзянова профукала свой миллион долларов всего за пару лет. Но разорение – это еще полбеды. Говоря о Мухамедзяновах, надо сказать, что если кому-то большие деньги помогают продлить жизнь, то им они ее просто угробили. Причем угробили в прямом смысле слова. Через пять лет после выигрыша Надежда Мухамедзянова скончалась. Официальный диагноз врачей – трофическая язва. Но родные уверены – ее убил выигранный миллион. Перефразируя известное выражение – лучше быть бедным и здоровым, чем богатым и больным. Земфира и Роман Абрамович. Казалось бы, два разных полюса. Ну как лед и пламень. Волна и камень. А нет. Оказывается, у певицы и олигарха роман. Творческий. Именно Абрамович, если верить прессе, спонсирует творчество певицы. Испокон веков и издревлениц и наты помогали художественно одаренным людям. Творчески одаренным людям. И это нормальная традиция. А традиция Романа Абрамовича – ходить на концерты Земфиры. Оказывается, он давний ее поклонник. Поэтому, когда дела у певицы пошли не очень хорошо, он протянул ей руку помощи. Полную денег. Она бы в любом случае пробилась. Не он бы помогал, так кто-нибудь другой. А даже, не знаю, если бы ей не помогали, все равно бы она пела. Петь-то может и пела бы. Да только ей еще и зарабатывать надо. А последние альбомы певицы коммерчески себя не оправдали. Тут Роман Абрамович почти как Чип и Дейл. Пришел на помощь. И по слухам выкупил раскрученный бренд Земфира. Союз Земфиры Абрамовича, он выгоден Абрамовичу, безусловно. Но Земфира здесь проиграла. Большие гонорары, которые она получала от богатых людей, позволяли ей просто не работать. Хорошие новые песни не пишутся. А вот другие считают, очень даже пишутся. Земфира, судя по тому, с каким ажиотажем прошел и последние турны, по-прежнему является весьма-весьма востребованной артисткой. Я позвоню тебе еще раз пополчу. Но, возможно, удачное турне напрямую связано с удачным вложением Абрамовича в Земфиру. Впрочем, в пресс-службе Романа Аркадьевича говорят, что о союзе олигарха и певицы ничего не слышали. Мол, есть у Абрамовича дела поважнее. Новую яхту, например, купить. Между нами я думаю, что это бред. В интернете есть информация о том, что Роман когда-то купил сейчас Луну и... И что? А он не покупал на самом деле Луну? Эээ, нет. Мамелла Андерсон – настоящая красавица. Хотя, если честно, местами не очень настоящая. Кое-что актрисе досталось не от природы, а от пластических хирургов. Но кому это мешает? Впрочем, помешала это самой Памелле. Говорят, она вложила все свои деньги в силикон. И теперь на грани разорения. Ведь она несколько раз переделывала свою грудь. То увеличивала, то уменьшала, то улучшала, то обновляла. А это все денег стоит и немалых. Не знаю, я свои деньги храню в российских банках. И с красотой у меня тоже все в порядке. Чтобы свести концы с концами, Памелла Андерсон стала даже распродавать свое имущество. И в России тоже. У нас благотворительный аукцион вместе с Памеллой Андерсон вел в Валдиспельш. Мы продавали самое дорогое, что у нее было – ее буй. Нет-нет, вы не о том подумали. Ее буй. Для спасения леопардов. И мы продали ее буй за 3 миллиона рублей. Может быть. Вот тогда-то мы и подкосили благосостояние Памеллы. Теперь блондинка, говорят, продает уже свой дом в Малеву. Но если и это не поможет, есть еще один верный способ – краудфандинг. По-нашему, с миру по нитке, бедному рубаха. Памелли Андерсон, я считаю, нужна наша всеобщая мужская международная поддержка. У нас миллионы людей по всей стране, миллиарды. Я думаю, что по доллару скинемся и поможем Памелле. Все будет хорошо. Банкир Сергей Пугачев раньше был богат почти как Абрамович. А сейчас в бегах. Точь в точь, как когда-то был Сергей Полонский. Сами знаете, инфляция. Но инфляция тут как раз ни при чем. Просто кто-то слишком много ест. То есть кто-то слишком много хочет денег. Причем чужих денег. В 90-х Пугачев основал межпромбанк, а в 10-х он лопнул. Не Пугачев, банк. Вкладчики кинулись за деньгами, а их и нету. Точнее, они были, но у Пугачева. И отдавать их он не торопился. Сказал бывший банкир и уехал. Там он спокойно раскатывал на лимузинах и на яхтах. Думал, ему ничего не будет. Но не тут-то было. Российское агентство по страхованию подало на Пугачева в лондонский суд. Тот постановил. Приди, объяснись. А если виновен, брат, верни по-хорошему. Но банкир суда не послушался и не пришел. Суд расценил это как лондонский суд, как неуважение. Назначил два года лишения свободы. Плюс он должен возместить все расходы, которые понесло агентство по страхованию вклада, связанное с юридическими. А издержками. В отличие от многих беглых олигархов, которые находили последнее пристанище, порой в буквальном смысле в Лондоне, Пугачеву пришлось уехать во Францию. Говорят, скрывается на своей вилле в Ницце и уже не так спокоен. Ведь на него теперь точит зуб и лондонский суд, и наше агентство по страхованию вкладов. Перефразируя рекламный слоган «Верни вклады» и спи спокойно. Телеведущий Николай Фоменко погряз в миллионных долгах. И все из-за Маруси. Но шершеляфам не нужно. Речь идет не о женщине. Маруся – это компания Фоменко, которая делает спортивные автомобили. Точнее, делала. Ни одной готовой машины построено не было. Были лишь прототипы. У них не было даже двигателя. Фирма Фоменко должна была разработать новые спорткары, для чего Николай взял у банка кредит в 60 миллионов рублей. Я думаю, это нормальное, опять же, желание расти и развиваться. Если где-то начало получаться, у человека сразу возникает идея. А почему мне не попросят еще что-то новое? Ну, опять же, жажду наживы никто не отменял. Но жажда наживы обернулась для Фоменко финансовым голодом. Со стороны Фоменко это была большая авантюра, в которую он просто вляпался. И вляпался по-крупному. Дело в том, что заказчики отказались от Маруси. Не понравились им машины. От Фоменко. Фоменко, не будучи технарем совсем, уверовал в то, что он знает, как устроен автомобиль и как вообще сделать суперкар. У Николая Фоменко все-таки машины – это, помимо, может быть, бизнеса или чего-то, все-таки это для души. В итоге суперкар разорил суперстар. Шоумен пытался было включить задний ход. Мол, денег у банка не брал. И вообще, я не я, и подпись на документах не моя. Но, как сообщает сайт РИА Новости, в банке провели экспертизу почерка и доказали – расписывался за 60 миллионов именно Фоменко. То, что у него не получилось или получилось, ну, шанс вообще был, наверное, минимальный. Но он попробовал. Фоменко даже хотел признать себя банкротом, но в итоге выплачивать ничего не пришлось. Правоприемник банка, которому задолжал Фоменко, простил ему все долги и отказался от исковых заявлений. Случается и такое. У меня было столько всякого опыта во всех бизнесах, по-моему, в мире. Я не разорился благодаря музыке. Но у моих друзей есть такая шутка. Ты разбогадеешь, когда перестанешь заниматься бизнесом. Андрей Аршавин. Тоже, как Николай Фоменко, решил заняться автомобильным бизнесом. Правда, в отличие от шоумена, он собирался не создавать машины, а просто перепродавать. Открыл салон поддержанных авто. Бизнес тебя прокормит. Мы все понимаем, что такое возрастные рамки. И поэтому я уважаю тех селебрити, тех звезд, которые имеют свой бизнес. Серьезный бизнес. Но грянул кризис. И теперь у футболиста вместо прибыли миллионные долги. Футболисты зарабатывают очень хорошие деньги. Ну, так же понятно, что футбольный век, он короток. Аршавин это понимал. И за свой короткий век пытался получить длинные рекламные контракты. То косметику расхваливал, то замороженные продукты, то чипсы. Но, видимо, одними чипсами сыт не будешь. Тогда футболист открыл в Питере компанию по продаже дорогих машин. Такое себя любие. Я сейчас буду это продавать, я там голы забиваю. А потом, пока ты занимаешься вот этими продажами машины, ты перестаёшь голы забивать. Потому что ты так или иначе всё равно тратишь силы и время на это. А потом тебе говорят, что-то бизнес креновыш идёт. И вот там это, это, это. Ты начинаешь тратить свои эмоции. А эмоции ты должен тратить на свою правую ногу или на левую, которая должна ударить по мячу. И мяч желательно должен пролететь не мимо ворот. А они пролетают обычно мимо. В итоге Аршавин не преуспел ни там, ни там. И на поле мимо ворот лупил. И машины его не очень-то покупали. Про Аршавина я что знаю. Он чипсы рекламирует. Вот это я знаю, да. Рекламировал. А ещё извинялся. Ну, что-то там не получилось у него. Как он сказал, ну, извините, ребят, но не получилось забить. Вот и с бизнесом так же, как с футболом получилось. Точнее, не получилось. Только на этот раз Аршавину пришлось извиняться перед кредиторами. Но в отличие от болельщиков, им одних извинений оказалось недостаточно. Если артисты, посредственные бизнесмены, то футболисты тем более. Ну, когда заниматься бизнесом, если у них 11 месяцев в году, сборы, тренировки, игры. В итоге автосалоны Аршавина заболели судебными исками. Убытки футболиста нигде не оглашаются. Но если учесть, что в бизнес было вложено 15 миллионов долларов, вероятно, они не маленькие. Невезучий. Он же футболист. Ну, надо заниматься и не мешать. Потому что жена должна быть рядом. Жена голова. И она бы правильно распределилась. Так тогда не было жены-то. Юлию Барановскую, которая родила Аршавину троих детей, он бросил. Правда, сейчас Аршавин женился на матери двоих детей Алисе Казминой. Но бизнес-то уже прогорел. Успех и деньги любят тишину. Мне кажется, что это, когда ты чем-то занимаешься, кричать об этом или как-то... Так, знаете, как хороший продукт в рекламе не нуждается. Но проблема Аршавина по сравнению с бедами бывшего футболиста сборной Англии Кенни Сенсома и не проблемы вовсе. Тот настолько разорился, что стал бомжем. А все потому, что очень любил выпить. Это сколько он должен пить? Вы знаете, какие у них контракты в арсенале там? По миллиону долларов в месяц они зарабатывают. Ну, дурное дело, как известно, нехитро. Сенсом закончил футбольную карьеру, а с ним закончил и спортивный режим. Футболист ушел в непрекращающийся запой. Футбол – это тоже азартная игра. И настоящие истинные спортсмены, истинные футболисты, они просто обязаны, должны входить в состояние куража. Вот Сенсом и покуражился на славу. Все, что заработал в спорте, в итоге оставил в казино и барах. Никто из его товарищей и друзей не смог его остановить или как-то достучаться за него. Зато постучались в дом футболиста судебные приставы. Дом был продан за долги. В итоге Кенни и оказался на улице. Десять самых. Новые рейтинги в наших новых программах. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok